Доброго всем здравия! Игорь Иванович Кобзев. Русский, советский поэт, литературный критик, общественный деятель. Родился он в городе Ростов-на-Дону в семье железнодорожника в 1924 году. Как поэт начал печататься еще в годы Великой Отечественной войны, а в 1950 году окончил Московский литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Основные темы творчества поэта. Судьба русского народа, традиции и наследие предков, красота природы родного края, любовная лирика. Проявлял большой интерес к дохристианской Руси, к ее исконной вере и культуре. Автор одного из переводов «Слово о полку Игореве». Написал поэмы «Падение Перуна» и «Лесная сказка». Создал и возглавил в 1977 году общественный музей «Слово о полку Игореве», сторонник подлинности Велесовой книги и автор ее стихотворного переложения. Теперь перейдем непосредственно к творчеству автора, к его стихотворениям, кои наполнены прямотой и откровенностью, добротой и честностью, любовью к родине и красотам родной природы. Игорь Иванович входил в литературу, как поэт-лирик. Его стихи о любви, верности и дружбе завоевали большую популярность среди молодежи. В них разливается душевный свет, царят радость жизни и теплота чувств. Стихотворение «Северный полюс». На коротких волнах чей-то слышится голос, кто-то нежность свою шлет на северный полюс. Руки греют огнем, сердце греют вниманием и не могут ему помешать расстояние. Можно даже в Москве мерзнуть в теплой квартире, если нет у тебя никого в целом мире. А над полюсом тьма с ветром диким и лютым, но наполнена жизнь теплотой и уютом. Ничего, что пурга по ночам свирепеет, может быть, на земле нету места теплее. Стихотворение «Когда ушла ты». Когда ушла ты, не любя, я думал, погрущу немного, А остальное на себя возьмет железная дорога. Но что я сделаю с тоской? Она ведь непокорна воле, с железной волею мужской. Я весь в твоем магнитном поле, и в поезде уже давно. Я мчался бы, куда попало, когда б не знал, что все равно к тебе назад уйду по шпалам. Тему любовной лирики в творчестве Игоря Ивановича Кобзева в данной передаче я завершу еще одним прекрасным его стихотворением, но вначале кое-что поясню. Дело в том, что это стихотворение было взято за основу, но дополнено текстами других авторов, изменено и стало текстом песни, весьма популярной и широко известной песни. Но сам поэт, его авторство нигде указаны не были. Возможно, что этого блага, так как посыл, заложенный автором в стихотворении, был искажен и отличается от смысла всем известного Шлягера. Стихотворение в авторском варианте поименовано не было, и я в данной передаче возьму на себя смелость дать ему название. Итак, стихотворение «Не целуйся без любви». Мне бы жизнь твою, как кинопленку, прокрутить лет на восемь назад, Чтоб была ты тонкою девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад, и чтоб ливней хлещущие струи набело навеки до конца смыли все чужие поцелуи с твоего любимого лица. Я бы даже птицей обернулся, я бы пел звончей, чем соловьи. Не целуйся, слышишь? Не целуйся, слышишь? Не целуйся без любви. С большой любовью и нежностью поэт рисует великолепие родной природы, любуется ее красотой и нарядностью. Стихотворение «В луга». Как мне душевно дорога вся здешняя округа, Когда запорошит луга ромашковая вьюга, Нигде пустого места нет над скатертью ромашки. То василек, то горит свет, то горсть душистой кашки, Где мне сыскать певучий лад, чтоб передать словами, Какой волшебный аромат сочится над лугами. Хмельные пчелы и шмели с ликующим жужжанием Нектарный аромат земли впивают с обожанием. Среди цветов стволы берез стоят на задних лапах, И, словно впавшие в гипноз, смакуют сладкий запах. Иду по лугу, а в душе такая сласть от рада, Что лучше этого уже мне ничего не надо. Я знаю, вот он, русский дух, И вот, как Русью пахнет, Вот отчего светлеет друг, А недруг в злобе чахнет. Стихотворение «Зимний сад». Стоит пальму взять в оранжереи, Да поставить с фикусами в ряд, И такую скучную затею люди называют «Зимний сад». Зимний сад совсем другое дело, Надо в нем пожить, чтобы оценить. Зимний сад бывает белый-белый, Ни с каким светением не сравнить. Смотришь вдруг, Озявшие деревья Изморозь дымком заволокла. Зимний сад сверкает, Как изделие из цветного, Тонкого стекла. Оттепель, потом опять морозы, Плачет сад, Весенней ласки ждет, Но свои отплаканные слезы Не роняет, Скупо бережет. День звенит, Как колокольчик льдистый, Стужа зверствует, Хрустит земля, А в саду Цветы из аметистов, А в саду Цветы из хрусталя. Не оставался равнодушным автор, Когда кто-либо бездумно Или ради корысти, Мимолетной выгоды Относился к природе потребительски Грубо и губительно. Стихотворение «Черные березы». Порой для ларчиков белесых, Порой, чтоб сунуть в пасть костру, С березок, С ласковых березок Сдирают белую кору. Что красота, пустяк, Плевать им на лес, На звон, На красоту. Как с девушек срывают платья, Так рвут с березы к бересту. А блеск берез белей рассвета, Белей, чем плечи у девчат, Застыли, Да нога раздетый, И чернотой своей кричат. Автор сумел отобразить в своих стихах Мудрость нашей природы, Уходящую корнями в глубокую древность. Стихотворение «Деревья». В понимании загадки древней, Смысла жизни, Ее глубин, Больше всех повезло деревьям, Мудрым кленам, Кустам рябин. Ни пронырливый зверь, Ни птица, Ни заносчивый рот Людской, Даже в малости не сравниться С той задумчивостью лесной, Чтоб постичь разговор созвездий, Шепот ветра, Вселенский гул. Надо строго застыть на месте, Как торжественный караул. Никаких вольготных мечтаний, Никакой пустой суеты, Только шорох незримых тканей, Только вечный блеск красоты. Игорь Иванович Кобзев Проявлял огромный интерес К периоду древней, До христианской Руси, И в течение ряда лет Трудился над поэтическим переводом Слова о полку Игореве. Работа над словом Помогла ему при создании Поэмы «Лесная сказка» И поэмы-сказа «Падение Перуна». Отрывок из поэмы «Лесная сказка» Фрагмент «Купальская ночь». Уже весь бор пошел темнеть, Скакун летит, не зная плети, Густая липовая цветь Спадает всаднику на плечи, Зеленым золотом закат Окрасил тонкие осинки, Лучи, как копья тьму, разят, Роса искрится в паутинке, Он мчит сквозь ельник на пролом, Колючих лап не замечает, Меж чернолесье тихий дом, Когда в ней друг его встречает. «Земной поклон тебе, мой гость, Добро пожаловать, родимый!» И он, забыв про княжью злость, Как повеликоль нёт к любимой. Чай не ждала? Не угадал! Сороки уж давно вещуют, Да кот вишь гостя намывал, Земные твари всё учуют, Снежана в праздничном венке, В ресницах спрятанная ласка, На белом платье на руке Из белых лилий опояска. Мой друг, все папоротников цвет Идут искать купальской ночью, Пойдём им истеречь рассвет, Ты много диффузришь воочью, С рассвета и лета вниз пойдёт, А нынче всё на высшей грани, И папоротник впрямь цветёт, И цвет его горяч, как пламя. А теперь прозвучит отрывок Из поэмы сказа «Падение Перуна» Фрагмент «Казнь». Над престольным городом гром гремел, Плаху ставили для разбойников, Князь Владимир сам на крыльце сидел В окружении бояр-достольников, А над Русью шли облака легки, Будто лебеди в небе реяли, И, как в прежние ласковые деньки, На полях яровые сеяли. И была осуждённая мне смерть страшна, Храбрецы мечей не чураются, Было тяжко знать, что весна пришла, А они с землёй разлучаются. Первым в круг Могутушка выходил, Он не стал ни молить, ни кланяться, Зря епископ Киевский Михаил Призывал молодца раскаяться. Говорил ему поп таковы слова, Тебе смерть грозит неминучая, Ох, и жгучи в адских котлах Смола неотвязная, да липучая, Повинись, Могута, за свой разбой, Тяжкий грех от души отвалится, Вещий пастырь над блудной своей овцой Попечалится, да и сжалится. Отвечал Могута, Довольно врать, Баб пугаете смолою кипучию, Бог ваш слабые души скликает в рай, А чай мы молодцы могучие, Что мне ваши дьявольские котлы, Вот уж право чудны нелепости. Реки той смолы на меня текли, Когда брали мы вражьи крепости. Ради родины, ради народных благ Я бы вмиг с головой расстался бы, В бурю мачты рубит у корабля, Лишь бы целым корабль остался бы. Пусть по мне красавицы слезы льют, Рукавом цветным утираются, Молодцы удальцы, пусть мечи куют, За свой край на бой собираются. Одно из стихотворений Игоря Кобзева написано, Как пожелание, как пожелание самому себе. Оно так и называется. Стихотворение «Пожелание». Дай Бог сберечь мне на земле Тот восхищенный взгляд, Каким мальчишки на селе На радугу глядят. Еще дай Бог, Чтоб дольше мог У речки, у волны Ловить не рыбку на крючок, А радость тишины, Чтоб не корыстный интерес, Ни карьеристский рост, Не заслонили синь небес И трепетание звезд. Все заповедные дары От века непросты, Без настоящей доброты Не видеть красоты. А это стихотворение автора Дает четкое определение того, Что если вороги поют наши песни, То дела хуже некуда. Стихотворение «Закон». Пока пропахшие войной Орудия не бьют, То дипломаты пьют вино, Порой с врагами пьют. С врагами можно говорить И за столом сидеть, С врагами можно даже пить, Нельзя с врагами петь. Мы под одной луной живем, Но держим разный путь, И песни разные поем, И в этом наша суть. Писал я много на веку, Но все, народ, сожги, Коль хоть одну мою строку Вдруг запоют враги. Игорь Иванович Кобзев Покинул явный мир Майским днем 1986 года. Светлая память Доброму человеку И талантливому поэту. Ну а в завершении передачи Прозвучит стихотворение, Написанное автором В 1968 году, Но ничуть не потерявшее Своей актуальности По сию пору. Стихотворение Русская рубашка Ты не сделай, милая, промашку, Галстуков мне модных не дари, Подари мне русскую рубашку Цвета ясной утренней зари. Верно, я не сделаюсь красивей, Но, гордясь рубашкою своей, Стану я, как принято в России, прощ, Без шабашней и смелей, Жить так жить, Без робости и страху, Обходных дорожек не искать, В трудный час последнюю рубаху Верному товарищу отдать. А коль ворог, Распроклятый ворог, Оплетет коварный ворожбой, Я рвану до той рубахи в ворот И, как воин в рукопашный бой, Говорю вам, А на сердце тяжко, Милая серчает, Брось чудить, Подари, мол, русскую рубашку, А такой рубашки не купить. Где-то втихаря определили, Дескать, тем рубашкам вышел срок, Всех нас поголовно обредили Средний европейский пиджачок. Но ведь есть черкеска с газырями, Можно же в гуцулки щегольнуть, Отчего же вам перед друзьями Русским узурочьем не блеснуть? Мудрая советская отчизна, Ты не верь, Хоть недруги шипят, Сроду никакого шовинизма Русские рубашки не таят. Ты не сделай, милая, промашку, Галстуков мне модных не дари, Лучше сшей мне русскую рубашку Цвета ясной утренней зари. У Игоря Ивановича Ковзева Еще много добрых и бередящих душу И трогательных, светлых и прекрасных стихотворений, Из которых в данной передаче Прозвучала лишь малая часть. Читайте их, делитесь ими с друзьями, С родичами, со всеми. Вы слушали передачу Страницы родной поэзии. С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова